Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и мы с Брайаном Пастернаком в Синтракорпе, в игрушке Юпи Псайко. Что мы здесь делаем? Ищем книгу, мол, от ведьм. Зачем? А затем, что нужно внимательно читать контракты и договора, которые подписываешь. А не так, как я. Мне сказали, ты будешь получать 10 тысяч кредитов в день. Я схватил ручку, все быстро подписал и все, я теперь охотник на ведьм. А охотники на ведьмах долго не живут. Тем более, такие, как я. Ну, ничего не остается, как искать эту книгу. Тем более, может, премию получить, а может, красивую надгробную плиту. А в этой книге написано, как... как выглядят ведьмы, да? Как их опознать, как, наверное, охотиться найти и поймать их. Угу. Ну что ж. Перед тем, как мне... или для того, чтобы получить мне книгу, мне нужно форму эту заполнить. R-301. Вот. Так называется эта форма. Здесь должно быть название фирмы... фирмы, говорю. Книги. Год ее, наверное, издание. Сам издатель, автор. Где это все искать, я не знаю. Но благодаря вашим комментариям я хотя бы знаю небольшую наводочку. Почему-то я тогда это все не понял, но сейчас я проверю. На всякий случай я буду все осматривать, потому что еще раз, скорее всего, я тоже смотрел. Но еще раз посмотрю, потому что, ну, мало ли что. Я обязательно мог что-нибудь пропустить. Пустое. Пусто, пусто, пустое. Так, слушай, ты пока что повиси. Нет, я, наверное, вот зайду сюда. В это место. В сам архив. И в этой старой папке вот эта пентаграмма, и написали, что попробуй полку А, и здесь по числу, наверное, этих красных кружочков 7. А7. Может быть, а есть у нас А7. А7. Подожди. А3, 4, 5, 10, 9. А где А7? Где? Подожди, 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 подожди. Ну вот же она А7. Что ты? Что ты? Что ты? Что ты? Распереживался. Вот она А7. Все на месте. Сейчас мы ее отодвинем и посмотрим. Здесь лежит папка, которая настолько стара, что разваливается на части. В ней лишь одна вещь. А. И что это значит? Если допустить, что это цифры 1, 2, 3, 4, 5, да? А это ABCD и это B1? Наверное, что? Это так получается? Полка B1? Ну, B есть у нас, да? Что-то вы меня загоняли по всем этим полкам. Я надеюсь, что это последняя. Стрелка. Что это значит? Наверх? Смотри-ка. Папочка. Папочка. Я знаю что. Я предполагаю, как ее можно взять. Потому что я вижу этот пролом. Я думал, это для того, чтобы спрыгнуть вниз. И думаю, зачем прыгать вниз? Скорее всего, это нужно для того, чтобы сдвинуть эти штуки. Сдвинуть. Да? И просто потом пройтись и взять этот документ. Ну, я надумаю, что это так. Так. Прикольно, если это так. Да, пожалуй, я обойду эти ловушки. Потому что ничего хорошего встреча с ними мне не сулит. Да, и надо не забывать все-таки. Черт, это страшно. Подожди, такого же не было. Клянусь, что я что-то видел. Я тоже клянусь, что я что-то видел. Как будто этот паук был живой. Напряженно. И зачем эти все вот эти треугольнички? Я два треугольника нашел, еще квадрат нашел. Все-таки я буду проверять. Мало ли что. Я не знаю. Ну, вдруг. Да. Правда. Это автор. Вероятно, это авторы, мол, это ведьм. Запишу в форму. Вот. Осталось год найти и издателя. Слушай, а не издатель ли там висит подвешенным, а? Не издатель ли это? Зачем я связался с этой историей? А? Нужно еще электричество здесь как-то подключить. Здесь кто-то воет, и там тоже электричество. Ну, ладно, давай я тебя отвяжу. Развязать? Да. Только ты, пожалуйста, не бегай, не прыгай. Да. Упс. Называется. Ну, он уже был мертв. Это не я. Он был мертв. Он, да. Он не подавал никаких признаков жизни. Это просто... Не знаю, что это растеклось. Не должно быть так. Побежал я. Побежал. Может быть, я смогу ему помочь? Нет. Подожди. Так я же не выйду. Мне нужно... Мне нужно вернуться... Мне нужно вернуться назад. Давай еще раз посмотрю. Скорее всего, здесь ничего нет. Нет. Ничего нет. Ничегошеньки здесь нет. Тогда быстренько возвращаемся. Блин, огромное спасибо за помощь. Я что-то как-то сразу не это самое. Вроде бы как бы легко, да? А семь... Семь... Семь точек. Ну, как-то... Распереживался, разнервничался, раздергался и не мог решить такую задачу. Может, водички попить? Ага. Да нет. Так, подожди. Это плохо. А-а-а! Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Что? Он восстал? Он как будто пополз в какую-то дверь. Или кто-то его тащит. Где-где-где переключатель? Где-где? Вот на стене. Включай быстрый свет. Смотри, его нет. Он уполз. Черт. Вот это атмосферка. Весь пол в краске. Вы получили ведьми... Замечательно. Здесь есть что-то еще. Вы получили сэндвич в алюминиевой фольге. Как предусмотрительно заворачивать сэндвич в алюминиевую фольгу? Может, слушай. Может быть, мне алюминий для чего-то пригодится. Где сэндвич? Где сэндвич в алюминиевой фольге? Смотреть. Сэндвич с сыром завернутый в фольгу. Вот как использовать? Зачем? Может быть, это... Так же осмотреть? Заточен? Смотри, вот просто карандаш использовать. Пустое. Что значит пустое? Может, на чем-то я могу рисовать это? Надо на чем-то использовать. Для чего-то мне нужны карандаши. Для чего-то мне нужен этот сэндвич. Но явно не для того, чтобы я его взял и слопал. Я... Подожди. Я пока что не буду заходить. Я просто пока все буду осматривать. Извини меня за мою неторопливость. Ну, это... Смотри, это похоже... Похоже на рубильник. По-моему, там есть лестница. Но я не могу дотянуться до нее отсюда. Оттуда. Я же тоже ее... Эта коробка с предохранителями. Одного не хватает. Фольга. Фольга. Так, по-моему, нельзя делать. Но если очень нужно... То можно. Возможно, если я воспользуюсь упаковщиком в фольгу, вы получили один сэндвич с сыром. Да. Похоже, что это работает. Это должно включить электричество в комнатах наверху. Фольга. Да, да, да. Это очень опасно, но можно. Ну, здесь можно. Дома, конечно, лучше так не делать. Зайти? Зайти, а? Как вы думаете? Как считаете? Лучше не надо, наверное. Ну, надо зайти. Мы же охотники на ведьм. Нам же платят 10 тысяч кредитов. О, нет. Я с этими римусами не разберусь никогда в жизни. Я не знаю, что это такое. Я знаю, что я нашел два треугольника и квадрат. Ну, и... Ни кружочки, ни... Я нашел два треугольника и квадрат. Два... А что нужно сделать? Чё-то ничего не пойму. Ммм... Странно. Кстати, треугольники были вот такого. Вот такие вот, да? Вверх они были направлены. И квадрат простой. Но... Это никак не нажимается. Ничего не делается. Я не знаю, что это такое. Зачем? Я пока что не пойму. Но я иду по этой краске. Знаешь, пока что я торопиться не буду. У этих кассет есть символы на обложках. Но это мне ни о чем не говорит. В ходе к кассет есть символы на обложках. Я, пожалуй, все посмотрю. Потому что мало ли что, где мне это все понадобится. Здесь тоже ничего нет. Бегом на эту сторону. Брайн, давай. Не бойся. Не бойся. Мы с тобой. У этих кассет есть символы. Ну... Похоже, я ничего здесь не найду. Главное, что я знаю дверь, куда нужно бежать. И она не заперта. Как обычно в этих страшных ужасах. Дверь сразу за тобой захлопывается, запирается. И все. Ты дальше никуда не пойдешь. Я буду смотреть. Уж простите меня, но я посмотрю лучше. Хотя я уже думаю, что это я зря делаю. Но мало ли что. Мало ли что. Тоже нет. Нет. Ничего. Стой. Точно. Смотри-ка, мне пришло в голову мысль. То, что нужно искать, находится... Это ряды. Это ряды кассет. Конечно. И получается, мне нужно искать в третьем ряду. Вот здесь. Вот здесь. Точно. Хотя я мог бы все это обойти и найти. Правильно же? Черт. Здесь что-то таится. Вот здесь. Именно. Квадрат, треугольник, треугольник. Должно быть это здесь. Посмотрю на обложки. Слушай, а прикольные загадки. Они вроде бы как бы не сложные. Но интересные. Блин. Но если я вдруг с чем-то не справлюсь, вы подскажите мне? Как с этим архивом-то? Квадрат, треугольник. Я просто не был готов к этому. Бинго. На этой написано молот-ведьм. Осталось найти куда вставить, наверное, эту кассетку. Значит смысла искать? Больше ничего нет. Но я все равно побегаю, посмотрю в этих листочках. Может быть, что-нибудь отыщу. Но это кто-то там тяжело дышит. И он скорее в этом шкафчике. А может быть, еще что-то здесь есть? А? Нет. Нету. Слушай, ну я не хочу открывать. Я не хочу открывать. Я боюсь. Чего? Вы охотник? Он спрашивает. Нет. Что мне ответить? Что мне ответить? Отстань. Я не хочу с тобой разговаривать. Не говори со мной. Да, я охотник. Это, ну, они, знаете, они наняли меня в качестве охотника на ведьм. Но я на самом деле не охотник. Но по правде я не знаю, что я делаю. Не мог бы ты назвать мне свое полное имя? Нет, не мог. Меня зовут... Меня зовут... Брайн Пастернак. Ха-ха-ха. Отлично, Брайн. Приятно познакомиться. А вы? Кто? Кто вы? Я... Никто. Я уже шифт ищу пальцем. Я уже нащупываю шифт пальцем, чтобы бежать. Вам нужна помощь, сэр? У вас есть кровотечение? Я бы сказал, что ты тот, кому нужна помощь, коллега. А? А? Раскрывать свою личность первому, кого встретишь? Я бы сказал, что такие долго они живут. Ну вот, я об этом и говорил. Какой с меня к черту охотник на ведьм? А? Я тоже охотник. Я работал электриком в пригороде до тех пор, пока не получил красное письмо. Вот так. Они рассылают, наверное, эти письма всем подряд. Даже электрикам. Простым электрикам, дворникам, сантехникам, кому угодно. Лишь бы они пришли и попробовали поймать ведьму. Но мне, скорее всего, они просто становятся жертвами и приносятся в жертву кому-либо, кому-нибудь. Может быть, этой же самой корпорации. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Я тоже из пригорода. Сегодня мой первый день. Вот тебе совет. Не верь никому и никогда не раскрывай свою личность или информацию о своей жизни. Не повторяй мои ошибки. Я не понимаю. Почему вы все еще здесь? Почему вы не ушли из здания? Ха. Да. Я уверен, что и до этого дойдет. Но перед тем этим... Перед этим, перед тем... Могу я чем-нибудь тебе помочь? Могу я спросить о молоте ведьм? Вы знаете что-нибудь о книге, которую мне надо найти? Он называется «Молот ведьм». Фу, не говори со мной об этой проклятой книге. Да. Мне удалось найти половину информации, которая мне нужна была для формы. Но одна из этих проклятых мин взорвалась и подожгла эту бумажку. Черт. Извините. Так вы знаете, где найти остальную информацию? Ты не видел надпись на входе? В ней написано, в какой комнате есть та или иная информация. Как подожди, подожди. Ты не видел надпись на входе? В каком входе? Куда вход? В ней написано, в какой комнате есть та или иная информация. Я не пойму ничего. Где эта надпись? Где эта надпись? На полу странные штуки. Вы знаете что-либо о этих взрывающихся штуковинах на полу? Я наступил на несколько из них. Вы знаете, как их деактивировать? Ты имеешь в виду, как их убить? Это не машины. Они скорее мутанты. Да. Я видел парочку трупов, поэтому должен быть способ убить их. Но я не знаю как. Можно еще раз? Можно еще раз? Половину информации проклятых мне взорвалась и подожгла эту бумажку. Черт, извините. Так вы знаете, где найти? Ты не видел надпись на входе? В ней написано, в какой комнате есть та или иная информация. Надпись на входе. Куда вход этот? Выход. Спасибо. Спасибо. И надеюсь, что вам станет лучше. Берегите себя. А я, пожалуй, пойду. Искать эту надпись на входе. Вы получили один карандаш. Зачем мне столько карандашей? Здесь ничего нет. Лист ведьмы бумаги. Хорошо. Но смотри, кровь... Ну, это не кровь, это же краска, правильно? Ведет сюда, но я заглянул в этот шкафчик. А если я заглянул в этот? Я не вижу здесь ничего интересного. Ха-ха. Ха-ха. Так он... Он в том. Хорошо. И где этот черт вход? Не понял. Не понял. Ну, я не понял, но... Я хотя бы включил электричество. Я теперь могу пойти... Пойти в те комнаты, которые не могут зайти по причине отсутствия его. Поэтому давай-ка быстренько метнусь туда. Да? Подожди, они... Они живые? Мутанты, говорят. Слушай, а это я точно смотрел, да? Вот эта вещь. А, ну да. А может быть, он как-то листается? Да нет. Ладно, все. Все, я понял. Я иду наверх просто. Угу. Ну, все. Может, в другую комнату? Ну, здесь как-то глаза эти... Что-то какие-то намеки. Как будто за мной следят. Не знаю. Зайду посмотрю. Тихо, тихо. Не надо меня так... Я и так уже испуган. Не надо меня пугать дополнительно. Что же это? Что это за корпорация? Ужасная корпорация. Я давай-ка быстренько осматривать все эти вещички, все эти бумажки, все эти шкафчики. Здесь ничего нет. Зачем мне столько карандашей? Что это? Это ловушка. Это ловушка, в которую воткнули карандаш. По крайней мере, это на это похоже. Это одна из тех мин. Хотя, похоже, что она мертва. Да. Два карандаша. Слушай, я прям хочу попробовать сейчас пойти и попробовать вот таким же способом, карандашом, обезвредить эту мину. Хотя, я не знаю смысла. Хотя, может быть, и есть смысл. Может быть, я пройду куда-нибудь и что-нибудь там возьму. Правильно же? В этом архиве. Ладно, тут есть двери. Некоторые закрытые. Видеоклуб. Здравствуйте. Вы не ведьма? Случайным образом. А? Привет. Чего такое? Интересный фильм или что это такое? Привет. Меня зовут Брайан или... Я имел в виду, в общем, Пастернак? Я вас не слышу. Так, сними наушники. Сними наушники. Эм, извините, не могли бы вы... Я слушаю, не надо так кричать. Ой, извиняюсь, я не хотел шуметь. Меня зовут Пастернак. Пастернак меня зовут. Эм, информация о книге. Вы слышали о книге, названной «Молот ведьм»? Нет. Нет? А я думал, что вы работали на этом этаже и могли бы мне помочь. Нет. Ясно. А что на полу? Вы не знаете, что-либо об этих минах на полу? Можно ли их деактивировать? Карандаш. Карандаш? Да. Да. Вы имеете в виду, что надо использовать карандаш, чтобы убить их? Или вам нужен карандаш, чтобы вы могли сказать, никаких убить? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я не слушаю вас, я смотрю кино. Ну ладно, ладно, хорошо, спасибо. Я попробую с карандашом, попробую. Ну, конечно. Брай, ну мы же видели, что карандаш воткнут в эту мину. Только мне как-то, не знаю. Каким способом? Подходить и втыкать или как? Ну а как по-другому? Наверное, так и надо. Кто это забывает? Я должен это сделать. Я должен это сделать, чтобы посмотреть кассету. Я должен воткнуть. Я сейчас попробую. Это будет первый, наверное, мой... А может быть... Я не могу достать ее отсюда. Я должен подобраться поближе. Конечно, ближе. Она сейчас как шарахнет ближе. Спокойно. Вот сейчас может быть. Вот сейчас может быть. Использовать. Да. А, смотри-ка. Получилось. А назад взять карандаш нет? Уже получается нет. А тогда я мог. Это видеоплеер. Мне нужна видеокассета. Ну подожди. Ну это не похоже на видеокассету. Но все-таки... Это аудио, да? Вставьте в аудиоплеер, чтобы послушать ее. А, подожди. Может быть рядом... Рядом находится аудиоплеер. Вот... Вот здесь. Это проигрыватель для кассет. Он работает с кассетами. Конечно. Интересно, что записано на этой кассете? Только бы не проклятие какой-нибудь. Или сигнал какой-нибудь. Что? Цифры. Цифры говорят. Цифры. По-моему, я слышал, что голос сказал 1-4-8-6. Я только 6 услышал. Я только слышал 6. Наверное, это год издания. Я запишу его в форме. Конечно. Да? Да. Мне осталось найти издателя. Мне осталось найти всего лишь издателя. Хм. Забавно. Что за страшный... Что за смех? Можно мне выйти или нет? Кися. И еще одна кися. Это ты, что ли, издавала этот шум? А? Кошачья еда. Кошачья еда. У меня есть кошачья еда. Это тарелки для кошачьего корна. Они пусты. Конечно же. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Зверюка. Тихо. Слушай, а вот если бы я эту консервочку не искал, тут надо все буквально осматривать каждый угол. Если бы я ее не нашел. Если бы я не подошел к столу к Хьюго и просто там не порылся. Просто так, случайным образом. Хорошо использовать. Вот, кушайте на здоровье, милые котики. Получено достижение кот в мешке. Ха-ха. Вы использовали кошачью еду. Значит, что-то здесь важное на этом столе. В стене трещина. Да? В стене трещина. И что? Вот мне кажется, все равно я упрусь сейчас в какой-нибудь тупик. Из-за того, что чего-нибудь я не нашел. Я думаю, что так произойдет. В стене трещина. Вот, например, даже если... Ну, не знаю. Что-нибудь применить. Ну, а что? Ну, коробка, например. Нет, да? Нет. Ну, понятно, что нет. Ну, это можно только осмотреть. Как взаимодействовать с этой трещиной, я не знаю. Но, наверное, как-то надо. Хм. Подожди, а вот эту папку я... Что это? Папка я осмотрел? В стене трещина. Да, понятно. Спят они уже. Смотри-ка. Киси наелись, и они спят. Лишь бы они потом не проснулись. И мне не сказали, ищи мне еще корм. Хорошо. Больше мне здесь делать нечего, получается. Лестница. Но я... А-а-а. Оказывается, я могу. Хорошо, я тогда вернусь еще разочек туда. А для чего мне лестница? Я могу... Просто чтобы быстро перемещаться, и все, да? Просто для того, чтобы быстро перемещаться. Только не говорите, что я буду от кого-то убегать. Я пока что к этому не готов. Мне и так хватает проблем. Я вижу, кто-то там лежит в краске. Может быть, это издатель? Ладно. И я вижу... Я вижу этот ксерокс и кучу бумаг. Слушай, ну пока что я буду здесь рыться про... Нет, спокойно. Знаешь, нужно что-то обезвредить. Нужно что-то обезвредить, потому что я не пройду по-другому. Сейчас, секунду, карандаш, быстро. Быстро, где карандаш? Готово. Так, ну остальные я трогать не буду. Я не буду тратить карандаши пока что. Ничего себе его разорвали на части. Ого. Он не знал о карандашах, наверное, ничего. Абсолютно ничего не знал. Один картридж с чернилами. Ну вот как понять, что здесь лежит картридж с чернилами? Каким образом? Все, я спокойно, я неторопливо. Когда он загорается красным, тогда это опасно. Вот сейчас, например, как сейчас. Здесь ничего нет. Назад. Секунду, я понял. Один карандаш получил. Замечательно. Я хочу подойти к этой книжней полке. Прямо очень сильно хочу. Блин, ну не получится, наверное. Ммм. Здесь ничего нет. Один карандаш. Не вижу ничего интересного. А, ну подожди. Должно быть это издательство. Я запишу это в форму. Конечно. Все, форма полностью оформлена. Все нормально. Дверь. Дверь? Дверь открылась. Это что за кракозябер такой? Что за... Что за... Что за... Жаба? Что за человек, который думает, что он жаба? Слушай, мне кажется, что это опасно. Мне кажется, черт побери, что это опасно. Понимаешь? А если я сейчас сдохну, то это мне что, проходить все заново? Я же... Надо было... Надо было записаться. Надо было записаться. Прыгай назад, лягушонок. Смотри, что делать. Он выключил свет. Ой, гад. Я такой подлости не мог предвидеть. Что это было? Прикольно. Что это было? Хорошо, теперь... Теперь это стало проблемой. Я думаю, что я не могу выйти отсюда в темноте. Не взорвавшись. Ну... Можно, я так думаю, если не спешить. Ты не торопись, главное, Брайн. Не торопись. Не торопись. Блин. Нет, это проблема. Это проблема. Ладно, я не буду спешить. Спокойно. Ну, смотри, они мне освещают путь, в принципе. Но мне нужно добраться. Я думаю, что там что-то есть интересное. Ой-ой-ой-ой. Я понял. Я понял, но поздно. Я понял, но это было поздно. Слушай, может, что-нибудь съесться? Мне обезвредить. Я хочу обезвредить и... Или так не получится. Подожди. Вот сейчас карандаш воткнуть в эту штуку. Блин, оно погасло все. 30 кредитов и все ради этих 30 кредитов я рисковал своей жизнью? Один лист ведмени бумаги. Я не вижу. Ну, хорошо. Это, в принципе, неплохо. Хорошо, что они загораются зелененьким. Блин. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот это лягука была противная, а? Ну, я пройду, я... Нет, нет, стой. Нет, 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 нет. Все, я вышел. Все, я вышел. Я вышел. Я вышел, я пробрался. Так, ребят, ну, я, наверное, сохраняюсь. Хотя здесь, может быть, не быть чернил. Вот в чем проблема. Да. В нем нет чернил. Но я все-таки, я все-таки использую эти чернила, хотя они, может быть, или, может быть, не надо. Может быть, не надо, может быть, не стоит тратить чернила. Кто его знает? Давай я попробую просто включить свет. И сейчас знаешь, что я сделаю? Я просто пройдусь. Ну, вот здесь, по-любому, может быть, что-то быть. Вот там, смотри, компьютер. Это же... Это же любопытно. Это же интересно. Ну, туда фиг доберешься, да? Ай-яй-яй. 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 Может быть... Нет, стой, блин, черт. Побери, Брайн, мы с тобой сейчас сдохнем здесь. Нет, ну тратить тоже не очень хочется. Ну, мне очень любопытно пробраться туда. Я хочу туда... Ну, там, смотри, много... Как же быть, а? Может быть, вот эту обезвредить, а? Сейчас. Вот эту обезвредить? И чё потом? Может, зря я туда лезу, а? Мне всё равно тогда нужно будет использовать ещё один карандаш. Вот здесь хотя бы. В этом месте. Вот на этой мини, чтобы пройти туда. Блин, а готов я его использовать, а? Нет, я, наверное, не готов. Я не знаю. Если там что-то очень важно, я обязательно туда доберусь, но не сейчас. В общем, я выхожу. Что ж, на этом всё. Форма заполнена. Я полагаю, что я могу уйти отсюда и проверить, могу ли я теперь попасть в библиотеку. Слушай, ну если вы знаете, вот стоит ли туда забираться, скажите. А где эта лягушка? Где эта лягушка, а? Я сейчас вот здесь сохранюсь. Стоит ли мне сделать фотокопию своего лица? Да. Да. Фотокопия души выполнена. Как это прикольно. Слушайте, ну вообще, мне чем дальше, тем интереснее. Вообще класс. Здорово. Мм. В общем, на этом я, наверное, закончу. Скажу спасибо, что смотрели меня и... Пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok